доброго всем дня вчера я на эмоциях возмущенная записала это короткое видео и мне вчера же попалось видео от коллеги девушка гипнолог она рассуждает на тему психологии должника откуда это берется и один из основных критериев с которым я с ней точно соглашусь это то что все мы родом из детства все мы там были это как мы взаимодействовали и как складывались наши отношения с финансами это влияет во взрослом возрасте здесь я сто процентов соглашусь немножечко дальше рассуждения я не совсем с ними согласна но не суть я хотела свое свою ситуацию развернуть и показать вам почему это происходит и вообще почему не стоит по этому поводу вот действительно настолько заниматься вот этим самоездом чувство вины когда ты но не можешь тебя ты не можешь ничего делать какое развитие какое творчество какое вязание бы с ума сошли у меня вот такие вот долги я не знаю как вообще от этого избавиться и ну согласитесь напишите как вы себя чувствуете когда вы понимаете что у вас подкрадывается платеж а вы еще например вам задерживают зарплату на работе не дай бог если что-то случилось сократили задержка перевели супруга куда-то то есть все та сумма на которую вы рассчитывали не маленькая сумма которая составляет значительную часть вашего бюджета вот ее нет что делать все вот такая голова какое творчество какое самопознание какой отдых вы вообще в о чем вы говорите и вот эти все видео о том что сядьте расслабьтесь помедитируйте охота дать и прибить вот честное слово чем-нибудь искать блять вернитесь на землю и вообще где где вот эти вот приземленные люди где взять денег потому что ну это невозможно откуда эти люди берутся и и это вот вот до трясучки пока нету спокойного стабильного вообще прихода финансов и действительно кредиты очень сильно эмоционально вышибают это еще один момент да почему у нас финансовая ситуация вышибает очень сильно меня очень сильно вышибать я сама такая же вот меня я ни о чем думать не могу я не могу сесть вязать я не могу творить вдохновляться я знаю по своему опыту по образованию что медитация любые практики они помогают и они работают но в состоянии когда меня вышибло из-под ног я ничего делать не могу единственное что меня сейчас цепляет это вот те группы групповые работы на которые я стараюсь попадать регулярно потому что тут вроде бы как ну уплачено и ты ну группа все как бы как все заднюю ты не включишь и приходится идти вот сегодня у нас очередная работа групповая и еще через пару дней будет и это меня заставляет держаться и что-то делать и это действительно влияет но тема финансов очень очень меня вышибает прям сильно вышибает давайте немножко разберемся вот так по теории чуть-чуть пробежимся с вами какие основные ну вот реальные причины которые привели к этому есть ну так для понимания просто для того чтобы наш мозг нашу логику какую-то успокоить первое да действительно вот и в моем случае это сто процентов рабочая схема коснусь чуть-чуть прямо нет культуры обращения с финансами почему когда я была маленькая какие карманные деньги никаких карманных денег не было денег не было дома вообще и они там не в пути были их в принципе не было потому что родителям платили всем чем угодно на работе был такой период но не деньгами ну то есть вот до такого это были какие-то продукты это были какие-то предметы я знаю что кому-то там какие-то стройматериалы давали то есть люди жили фактически по бартеру это был длительный период финансы которые там попадались это было что что мы не приобретали канцелярию одежду в школу что там еще квартлата естественно и так далее продукты да что-то это было с огорода мясо покупалось раз будет зимой это если где-то кто-то знакомые держал скотину и на зиму вот все вся семья скидывалась и там где-то покупали мясо какой-то период бабушка сама держала поросей и это мясо было то есть тут все вкладывались там и кормили все семьей этих поросят маленьких и покупали этих поросят каждый год и курицы были там и гуси были все это было но финансов не было то есть максимум что я помню в периоды какие-то когда папа в машине копил мелочь и летом он иногда вот так вот горсть просто высыпал и мы двору двором всем ребятишки которые были бежали покупать мороженое мороженое продавали на улице тогда еще в коробках и когда приезжало мороженое вот две коробки буквально выносили из гастронома все об этом уже знали бежали потому что она таяла на улице очень быстро и мы быстренько быстренько собирали эти монеточки прибегали вот я могла прибежать там папа приезжал на обед на домой пообедать я могла приезжать папа-папа мороженое продают и вот он нам выгребал и мы шли покупали все не было финансов и даже не было в старших классах поскольку когда родители развелись единственные финансы которые тратились на меня это были алименты они копились ежемесячно сколько там 3-4 платежа копилось и мы ехали покупали одежду обувь ну потому что я росла в принципе быстро как все дети что-то в школу там это все покупалось только на эти деньги все исполнилось 18 единственные финансы которые мне выделялись это на проездной когда я поступила в университет мама покупала мне на месяц проездной все а зачем тебе деньги я живу дома дома кушать есть что зачем тебе деньги вот все те хотелки которые у меня появлялись у меня уже сестра старше я тогда работала где-то что-то она мне то покупала потом у меня началась стипендия там копеечные полторы тысячи что такое было это 2008 девятый год ой 2008 году 2003 4 год а потом мы начали подрабатывать пытаться и вот но с третьего курса я уже работала самостоятельно и там какие-то финансы получались естественно что хотелось купить хотелось купить себе не одну пару обуви на сезон а две-три то есть туфельки босоножки закрытые туфли босоножки хотелось купить себе и ботинки и кроссовки например раньше это было одни ботинки на межсезонье на все зимняя одна обувь и одна там на лето тапки там какие-нибудь и вот сандалии туфли и мы выбирали потому что не на что было купить и вопроса о том что как обращаться с финансами но накопить ну да вот отложить это было у мамы всегда потом ну нет вот все нет и нет накопить и поэтому о том что вкладывать финансы или о том чтобы откладывать это отдельная категория об этом не говорилось вообще потому что к моменту когда она у меня еще не было в задумках даже наверное был период когда бабушка откладывала бабушка работала работала она в строй тресте и уже она работала еще даже на пенсии и вот когда она уже на пенсию вышла официально ее ее бригаду с которой она работала их по-прежнему приглашали те люди которых и знали приглашали делать ремонт в каких-то квартирах домах там я не знаю и вот эти деньги она складывала и в какой-то момент складывала она на сберкнижку и вот так то у нее все сгорело просто вот пришли люди денег нет и естественно отложилась вообще прям глубокой такой печатью что это небезопасно и об этом уже причем и вот по рассказам эта сумма в стоимость тогда квартиры квартиры в том районе в котором проживали мои родители вот из этой точки запомним да что нет культуры обращения с финансами это первый момент который есть но у многих но этому сейчас можно научиться про выходы мы немножко подробнее ниже остановимся первое вот у меня точно есть если у вас есть тоже напишите будет очень интересно второе реальная причина того что происходит с нашими финансами сейчас а если конкретнее это например долги это кредитные обязательства это могут быть долги разного рода там по каким-то обязательствам обязательным я знаю что и коммунальные услуги бывают растут долги то есть как почему мы к этому приходим но в моем контексте мы все-таки больше разбираем это кредиты так вот небезопасно 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 почему что здесь может включаться что может быть здесь в этом вопросе ну первое небезопасно как оно выражается мы не можем выйти на какой-то рубеж выше ну например выше 50 тысяч месяцев ну никак не может человек выйти на зарплату свыше этой суммы например он уже работает на себя у него есть подработка он что-то реализует финансы приходят но вот в общей сложности но не получается выше много историй есть таких когда люди которые приходят в бизнес которые делают какое-то свое дело начинают расти они доходят до определенного уровня например миллион и дальше когда появляется какая-то сделка вот вроде все хорошо движение и вот что-то происходит вот обязательно что-то происходит человек начинает сливаться либо он включает заднюю либо происходят какие-то крупные траты ну то есть он выше этого рубежа тоже не идет это может быть миллионные рубежи да для кого-то для нас приземленных для меня в том числе это минимальный какой-то заработок и вот ну не можешь из него выйти вот ты до одного предела доходишь и все и дальше небезопасно это может выражаться например в том что у человека нету своего жилья небезопасно иметь квартиру небезопасно иметь дом кто-то из вас наверное уже догадался почему у многих были истории под мы в сибири сюда ссылали людей до истории раскулаченных родственников когда люди жили по мнению других людей зажиточно по факту в моей семье это тоже было со стороны бабушки что было то есть семья просто на уровне другого других людей как правило это был хозяин то есть муж глава семьи который работал очень много работала вся семья они все это привносили в дом это там с неба ниоткуда не упала это все зарабатывала своим трудом и физическим в том числе но в какой-то момент при смене режима до решили что то слишком много на семью хотя и детей было много вы знаете что раньше гораздо больше и многодетные были это никогда три ребенка это и по 8 и по 10 детей было у кого-то и того больше поэтому ну было как было что в этот момент происходит та же самая печать это уже родовой сценарий это уже какая-то генетическая память но чаще это родовой сценарий самый первый до наш уровень это из поколения в поколение кто-то это помнит кто-то это рассказывает кто-то это неосознанно где-то там маленький слышал но не помнит как ему кажется но эта история была и у нас встает такая программа на несколько лет вперед на несколько поколений для того чтобы нас защитить иметь свое жилье быть обеспечен и обеспеченным иметь свои финансы свободные да вот сложенную ступ не безопасно потому что могут лишить всего этого потому что могут казнить убить и так далее это опасно для жизни это очень такие серьезные программы которые работают и прям мы можем об этом просто не знать есть генетическая память когда мы из прошлых воплощений да тоже это помним и если работать на уровне бессознательного это регрессии это трансы гипнозы мы можем уйти туда и увидеть вот эту картинку а что тогда произошло и это тоже может быть с этим связано что это небезопасно для жизни просто-напросто свои деньги иметь небезопасно и третий такой вариант который раньше я слышала не понимала я скидываю много ссылочек на александра полиенко я много лет назад вообще его услышала и что-то мне откликалась я потом переставала слушать сейчас у него немного изменилась риторика но сейчас я больше и ближе понимаю о чем он говорит просто потому что я немного расширила свои границы простите и мне прям много переваривается укладывается так вот он говорил фразу о том что любой переход на новый уровень в отношениях в развитии финансовом плане это всегда будет через сложные процессы но это если вежливо красиво сказать если прям грубовато то это через одно место и это всегда так это всегда так работает если переходим на другой финансовый уровень то это всегда через долги то есть вот о чем он говорил поэтому не надо опасаться почему я поняла что это работает вот буквально вчера мы с вами да и послушали вот эти мои эмоции о том что я посчитала и увидела блин за два года отдана банкам около миллиона рублей ну то есть эти же деньги крутились и проходили через меня это сумасшедшие деньги какие миллионы вы с ума сошли для меня когда-то зарплата в 12 тысяч было потолок я собиралась идти на подработку после декрета на зарплату в 12 в 15 тысяч рублей а тут даже на два года если это разделить это ну большие деньги для женщин которые находятся в декрете на секундочку где это откуда эта сумма берется тут явно что эти деньги проходят но они у меня не задерживаются я их не ощущаю вопрос почему что 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 мешает вот эти деньги аккумулировать себе то есть я к этим финансам лично не готова то есть они меня разрушат про разрушение про то что когда мы не готовы вот к этому расширению мы переходим на новый уровень для этого мы должны быть к этому готовы самый быстрый способ расширять свои знания границы до работа над собой но это более такая тяжелая психологическая работа иногда не очень приятная и так далее а второе это физкультура когда мы занимаемся спортом мы прокачиваем энергию все что мы застояло все что нас раздражает выходит все тебе просто потом у тебя нету сил на то чтобы злиться обижаться застревать ты все ты выдохся ты побегал побегал мы здесь поплавали поплавали я сутки себя приходила просто один день поплавали физкультура тебя раскачивает и если ты регулярно ей начинаешь заниматься любая зарядка прогулки плавы все что угодно все что вам комфортно ну то есть я например не люблю спортзал я не не пойду туда но вот все что касается на природе на улице зарядку сделать поплавать так это вообще божечки мои а сейчас еще на доске так мне я безумно счастлива мне очень то понравилось все вас раскачает и у вас будет меняться все особенно вот финансы финансовом отношении второе это еще ну секс обязательно в удовольствие с партнером с любимым с любимой обязательно в удовольствие огромное количество энергии и эта энергия наполняет и вас и партнеров всегда но только в удовольствие прошу вас если там с этим какие-то нюансы вы не чувствуете себя не чувствуете партнера вас что-то раздражает вам что-то не нравится обращайтесь поработаем а теперь чуть-чуть опять же кратенько как из этого выйти вот из этих вот мы осознали да все мы своей голове объяснили мы поняли что мы не безнадежны таких как мы много мы нормальные земные люди это не позор это не клеймо это не страшно вас никто осуждать не вправе и не будет на самом деле более того вы можете здесь получить поддержку если ее вам не хватает если настолько не просто что прям до слез вот все вы не видите вот вы бьетесь 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 бью все вот так вот уперлись уже вот это ощущение у меня было при вот все я уперлась и все я думала все крах и вы знаете что мне помогло я была в такой ситуации тогда это был гораздо низший уровень тогда это было 50 тысяч рублей общих долгов для меня это был крах на тот момент я пошла в дацан мне просто рассказали я пошла в дацан и мне помог там лама он проводил со мной обряд вообще на я не знаю на что что там было какие нюансы но какие-то тоже там ограничения он убирал я вышла оттуда вы не поверите я вот так оглянулась божечки мои птицы поют как прекрасно было лето я вдохнула все меня вот этого груза который меня давил вот это все который меня вышибала и даже до трясучки просто что я все я уперлась я не знаю что я не знаю я не знаю я не знаю что делать в этой ситуации все я сдалась просто иногда вот это надо я сдалась и вот он мне и в этот же день я пошла у меня все разрешилось я тогда это было я перри финансировала да это рефинансирование называлась то есть все закрыла были также вот так разрозненные платежи были высокие и большой процент переплаты я перевела в один это платеж я его за год или за два закрыла все и тогда у меня был период тоже без вообще долго тогда я перешла на какой-то другой уровень и после этого вот сейчас если связать вот эти события я перешла вот я это отпустила это я с этим рассчитался перешла на другой уровень и тогда я встретил будущего супруга и все я переключилась уже на сто процентов на вопрос того чтобы забеременеть чтобы стать мамой то есть на свое здоровье там включилась на всех скоростях так вот что с этим можно сделать если первое у нас нет культуры обращения с финансами это самое простое это то что мы можем отследить то что мы понимаем что мы можем сделать первое мы можем этому научиться послушать людей кто как о чем говорит у нас много говорят об инвестициях мне например пришел простой вот такой способ один из это распределение доходов по процентном соотношении ну например 30 30 30 10 10 обязательно процентов отложить подушка или это вложение либо это инвестиции ну куда-то отложить чтобы они были сейчас я на сегодняшний день пока у меня не было вот я не провалилась вот эту долговую систему когда я не ввожу то есть мне не хватает моих доходов на перекрытие я откладывала и у меня получалось немножко там под накопить и на какие-то обучение это направляла сейчас я не откладываю все свободные средства я кидаю в кредитные обязательства 30 например это обязательные платежи если мы убираем кредиты то есть если мы их перекрыли или мы их еще перекрываем но здесь только вот и тогда я об этом рассказывала помощь если у вас есть обеспечивает например супруг или помогает или у вас совместный бюджет вы можете не более 30 процентов чтобы у вас было и коммунальные и кредиты ну то есть это вот такая уже на будущее или когда вы выйдете из этой ситуации пусть это будет 30 процентов 30 процентов например это отдых семьей то есть это все что связано с развитием потому что отдых поездки семинары любые консультации какие-то групповые работы пробуйте пробуйте пока ну какие-то разовые вещи не сильно дорогие хотя бы просто включитесь в эту систему того что есть ну чуть чуть больше попробуйте сначала будут крутить уиска вот прям с ума сошла в секту он не там у вас секта что ли женщин вы все вы куда все ездить и зачем надо ехать например на байкал да на два дня чтобы там что-то где что там делать а что здесь нельзя где-то в черте города это чтобы задние не включите всегда смелось бы чтобы не убежать потому что когда ты согласился это одно ты потом начинаешь думать у тебя начинается за ним процесс в обратную сторону блин уж не надо ну вот это вот трусость какая-то волнение какое-то оттуда не убежишь уже ну все ты приехал уже вот все надо работать это интересно попробуйте и 30 процентов например это одежда продукты то есть то что вы потратите где-то на себя на детей на супруга ну или какие-то сюрпризики эти проценты вы можете сами регулировать но такое распределение кто-то техника конвертов если наличные распределять прямо в конвертике ложит все достали конвертик поставить так у нас на траты мы можем вот мы знаем детям надо покупать обувь например так нам не хватает туда надо докладывать мы еще себя к этому не приучили честно скажу и пока вот когда я закрою я думаю что у меня начнет это получаться но еще один момент которая знакомый от знакомый я услышала которая занимается финансовыми играми меня это же вот это мышление людей относительно инвестирование и вообще вложение своих денег и вообще регулирование своими финансами это как раз по вопросу кредитных карт она мне с предложил точнее она не мне она это проговорила просто я и прям сильно благодарна и после этого начала обязательно делать уменьшайте лимит карты все время то есть я когда провалилась поняла что я провалилась я карты просто кредитные все почикала выбросила и я стала пополнять как только плюсовой баланс я стала у меня вот как раз я про это вчера говорила да что мне говорит невозможно уменьшить лимит я стала уменьшать лимит почему потому что процент То есть мы уменьшаем, уменьшается лимит, соответственно уменьшается задолженность. То есть если там больше вашего, то есть вот этот баланс, который не ноль, не минус, а он уже стал расти, соответственно этих денег должно хватать, чтобы уменьшить лимит по логике вещей. И все другие банки, вот кроме Сбербанка, мне его уменьшали, потому что задолженность и вот этот минимальный платеж формируется процент по отношению к сумме задолженности. То есть если вы ее постоянно уменьшаете, например лимит 300, у вас на карте плюс, у меня было по-моему тогда плюс 15, да, лимит 300 плюс 15 на карте, ваш процент задолженности считается к 300 тысячам. Если вы эти 15 убираете, то есть у вас лимит уже становится 285, да, и уже процент считается к этой сумме. И так и лимит уменьшается, и то есть и вы, ну во-первых, даже если будет сабланс туда опять залезть, он все-таки меньше, лимит. Во-вторых, ну лучше этого не делать, а сразу убрать, прям просто убрать. И вы удивитесь, что откуда-то деньги будут появляться, то есть это вообще не подушка безопасности, скорее наоборот утопия. И вот этот способ тоже помогает, прям плюс 500 рублей, уменьшите лимит на 500, плюс 1000 рублей, вот вы оплатили ежемесячный платеж, и сразу же пишите, уменьшить лимит карты, уменьшить лимит карты, то есть только вы туда забросили, уменьшить лимит карты, максимально, насколько это возможно. Второй, когда у нас есть история со сценариями, с какими-то родовыми, генетической памятью и так далее, когда вопрос про небезопасно, небезопасно иметь свое жемелье, небезопасно иметь свои деньги, небезопасно зарабатывать, небезопасно быть свободным и богатым. Что мы можем здесь делать? Сценарии корректируются. Те сценарии, которые когда-то спасали, ну, потому что было небезопасно, да, и даже, наверное, вся жизнь моей мамы на этом была построена, потому что тоже выделяться было небезопасно. Могли настучать, могли донести, и это могло быть чревато последствиями. Жить должны были так же, как все. Чуть больше, чем других, ну, чревато последствиями. Небезопасно для жизни. На сегодняшний день эти сценарии для нас устарели. То есть даже, чтобы выйти с линии чуть выше, чем не считая ли бедность, а просто средний, чтобы комфортно, что для меня средний, например, чтобы мне не приходилось искать и судорожно откладывать финансы просто ребенку, у которого выросла нога на обувь. То есть трое детей, чтобы вот выросла нога и на сезон или на зиму купить одежду или купить обувь, из которой он вырос, чтобы это было спокойно и комфортно. Вот для меня это средний уровень. Даже не выше среднего просто-напросто. Я не говорю о каких-то дорогих телефонах или о чем-то еще у ребенка. Мы там самый простой телефон, самый дешевый взяли и все. Старшему просто потому, чтобы он с этим знакомился, чтобы он звонить мог родителям и так далее, и так далее. А младшим пока нет. Все. Сценарии убираются и корректируются при личной работе, при групповой работе. В принципе, это абсолютно безопасно. На уровне бессознательного. Это какие-то трансовые техники. Мы с вами тоже сможем по этому поводу поработать. Я регулярно с этим работаю. Сегодня мы будем убирать родовые сценарии женского рода, например, работать с этой историей. Ну, вообще, что еще я здесь отметила, да? Можно еще убрать вот эти ограничения по суммам. Вот я упоминала, что сумма определенная и дальше небезопасно. Все. Эти ограничения тоже убираются. Убираются, как правило, в легком трансе можно с этим работать. На более глубоком уровне, не на материале, мне здесь сейчас, на уровне мозга, осознав и даже узнав это, что у вас это есть, ну, вряд ли сработает. Все-таки я вам предлагаю немножко свое эго отключить. Отключить и поработать, довериться и поработать на бессознательном уровне, немножко в ослабленном состоянии. Здесь больше шансов и эффект и результат идет сразу. Быстро очень. И третье, где мы говорим про переход на новый уровень, ну, соломку здесь не подстелешь. Но, что может помочь и облегчить некое напряжение в этой ситуации? Например, сделать, как я сделала вчера, это посчитать и прописать. Посчитать и прописать не только обязательства, но и посчитать, сколько вы туда уже отдали. И вас сразу приятно удивит, сколько финансов через вас прошло. Это может быть неожиданно, это может быть неожиданно приятно, это может принести долю разочарования, потому что, ну, ничего себе. Это вот столько я отдала, меня еще тут требуют и трясут. Но опять, да, мы сами согласились на эти условия, мы сами эти условия подписали, значит, мы в какой-то степени были готовы к этому вопросу, что дальше из этого выходить. Вот так вот постаралась, сжато и коротко, не очень получилось, но тема не страшная. Обращайтесь, пишите, и здесь вы точно найдете поддержку. Можете присоединяться в телеграм-канал, можете отмечать, можете передавать своим знакомым, кто действительно очень-очень эмоционально переживает, и у некоторых это буквально на физическом уровне. Это буквально долбит по здоровью, вредит, вот, и люди начинают физически ощущать себя очень плохо. Это может довести до, ну, серьезных последствий, особенно если тяжелые взаимодействия с сотрудниками, с банковскими и так далее. Вот вроде вы пытаетесь, решаете, решаете честно, открыто, а все, вас напрягают и напрягают, раскачивают и раскачивают. Им все равно на самом деле это их работа, они с этого просто зарабатывают, поэтому я не думаю, что там имеет место быть целенаправленно какое-то получение удовольствия от унижения человека. Ну, вряд ли, хотя, может, и такие люди присутствуют. Тем не менее, все-таки, если вам нужна поддержка, обращайтесь, я вам буду всегда рада.